Здарова всем ребята, Кент ПК на проводе и прямо сегодня я зашел на аккаунт спустя 3 года. Да, это мой аккаунт, который я подарил мою подписчику по имени Дезли, которого вы все знаете. Я его создал 3 года назад и подарил Дезли. И мне очень интересно посмотреть, что же на нем интересненького есть. Пожалуйста, ребята, прямо в эту секунду поставьте лайк и подпишитесь на канал Кент ПК. Ну что же, давайте смотреть, что же интересного есть на этом аккаунте. На GG Синдов вышло обновление, теперь из открытия новогодних кейсов ты получаешь токены. А с токенов бесплатные кейсы. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Просто выполняешь баланс и забираешь призы. Я свои 7 бесплатных подарков прямо сейчас заберу. Также тут есть барабан бонусов. По моему промокоду вы получаете еще один барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получаете 35% к пополнению обратно. Все нужные ссылки есть в описании. Первое, что я вижу, это старая 1 на 2, то есть это еще одно доказательство, что этому аккаунту 3 года. Это один из самых первых аккаунтов в Стендоффе. Также, ребята, внимательно посмотрите на звание. Звание элита. То есть сейчас, когда Дезли играет на этом аккаунте, он уже стал киберспортсменом и у него элита. Я просто в шоке. Что вы понимали, раньше Дезли играл хуже, чем я. Это вот так он натренировался. Давайте посмотрим, какое же у него звание в первом сезоне. Легенда? Чего? А, пупить! Вот это да! Я не ожидал. Получается, я подарил аккаунт киберспортсмену. Блин, ребят, а может мне забрать аккаунт обратно? Конечно же, я шучу, потому что это не мой аккаунт, ничего брать не буду. Так, давайте посмотрим, какое КД в общей статистике. 2,64. Это очень неплохое КД. Общее время в игре 1190 часов. Ребят, вы просто вдумайтесь. Более 1000 часов. Посчитайте, сколько это дней. И прямо сейчас напишите мне, пожалуйста, ребят, в комментариях. Потому что это 40 суток реальной жизни. Я в шоке. Очень большой онлайн. Так, давайте посмотрим историю матчей. Так, 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 так. Давайте-ка посмотрим, как же играет наш Дезли на самом деле. Вот, к примеру, 10-6 победа. А ну-ка. Дезли отыгрывает на первом месте. Это очень даже хорошо. Так, а во втором матче? Опять Дезли отыгрывает на первом месте. Ребят, это реально настоящий киберспортсмен. Это очень круто, то, что мой подписчик так классно играет. А давайте-ка посмотрим там, где он проиграл. А вот тут им попался читер, и поэтому они проиграли. Но даже с читером он все равно был на первом месте. Дезли, ты как это делаешь? Это просто что-то нереальное. Я в шоке. То есть, я подарил ему аккаунт, и он стал киберспортсменом. Чтобы понимали, я дарил этот аккаунт, и на нем было 100 голды. Раньше 100 голды, это примерно, как сейчас, несколько тысяч. Потому что все стоило раньше очень дешево. Так, ну что же. А теперь, самое интересное, это клан. Он раньше состоял в клане киборги. Но из-за того, что каждый раз, когда он в клане киборги попадался с кем-то, его все обзывали, он мне сказал то, что он вышел из этого клана. Поэтому, ребята, никогда не обзывайте в ММе клан киборги. Потому что наши участники начинают плакать и ливаются с этого клана. Заявки, друзья, 14 тысяч. Дезли, мужик, это как? Как такое возможно? 14 тысяч заявок, друзья. Ребят, просто я в шоке. Так, а теперь давайте-ка мы посмотрим на его сообщение. Ну, ребят, конечно, сообщение читать некрасиво, но он не против. Давайте посмотрим. Ой, посмотрите. Привет, хочешь клан? А ты сейчас в клана вышел? А почему ты не в киборгах? Обалдеть. Я просто в шоке. Го, мой клан. Ничего себе, ребят. То есть, его, грубо говоря, все предлагают просто-напросто вступить в клан. Вот тогда, Дезель, братан, вступай в клан, маслята. Кто в теме, тот в теме. Так, ну что же, а теперь самое интересное и то, ради чего вы бы все сюда пришли, это инвентарь. Мне капец, как интересно, что же тут есть. Давайте, три, два, один, переходим в инвентарь и я вижу. Блин, ребят, мне тут интересно. Какой нож? И М9 Байонет Юдиверс. Ну, так-то, ребят, неплохо. Ничего себе. Ничего себе. Но мне интереснее все посмотреть, какие у него есть старые скины. Новые скины, понятно. Вот М9 Байонет это старый скин, потому что это самая первая коллекция. Это оригин коллекция. И, скорее всего, этому ножу несколько лет. Поэтому, Дезель, отпиши мне в ВК, я тебе подарю еще один нож. Так, ну что же, давайте смотреть дальше. Также у него есть перчаточки. Ничего себе. Вот так мажор, так мажор, понимаю. Ну, кстати, у меня тоже есть такие же перчатки. Они очень крутые. И мне, честно говоря, нравятся. Так, а вот это самое интересное. Это, ребята, статрек АВМ Генезис. Это тот скин, при помощи которого Дезель пантуется. Но я не понимаю, почему так мало киллов? Всего лишь 157 киллов Дезель, братан. Ты, ты что делаешь? Давай, начинай играть, мужик. И на этом АВМ Генезисе есть маленький Керамбит Голд. Ну, обычного Керамбита Голд нету. Есть хотя бы брелок. Ну, тоже неплохо. Так, ребятки. Также у меня есть обычный Генезис. Неплохо. Неплохо. Ооо, знаменитый П-350. Если вы хоть раз играли против Дезель, то он постоянно берет П-350. Вот я не знаю, сколько у него киллов. Ну, чтобы понимали. Он в раундах делает минус 2, минус 3, а то и минус 4 килла. Это просто сумасшедший парень. Я очень рад, что я подарил свой аккаунт именно такого парня, как Дезель. Блин, ничего себе он его прокачал. Так. Дробашник Романцер. А ну-ка. Ну, обычный дробашник, дробашник. Ничего особенного. Эмочка Ревел. Это уже с новой коллекции. Ох, ё, сколько наклеечек. Ребята, я просто в шоке. Посмотрите, у него есть наклеечки, стикеры Snow Queen. Если не ошибаюсь, они стоят очень-очень дорого. Давайте посмотрим. 4600. Вы серьезно? Это не сон? 4600. А сколько у них их всего? Три штуки. А, пупеть он мажор. Вот это я понимаю. А еще говорят, бедные подписчики у кента. Ничего себе, братан, ты поднялся. Я тебя поздравляю, потому что ты красавчик. У него только одних наклеек с Snow Queen на 12к голды. Так, ну что ж, давайте смотреть дальше. Блин, ребят, я просто в шоке. М4 Grand Prix тоже с крутой хэллоуинской наклеечкой. Неплохо, неплохо, неплохо. Идем, ребята, листать дальше. Юмпи-45 Газ. Тут, как я вижу, есть брелочек, есть наклеечка. Ну, в принципе, самый обычный Юмпи-Газ. Я скажу так, скин только неплохой. Ребята, посмотрите, сколько у него рарок. Братан, откуда ты их берешь? Зачем тебе так много рарок, ребят? Просто посмотрите на все это. Я в шоке. О, уже пошли анкомонки. Так, ну что, мне самое интересное, ребят, наклеечки. Где же наши наклеечки? Вот сейчас мы узнаем, насколько же он богат. Так, есть также наклеечка Sticker Neon Color. Сколько она стоит? Давайте без лишних разговоров. Она стоит 700 голды. Ну, так-то неплохо. Да и тем более с новой ревелл коллекции, братан. Слушай, очень даже неплохо. Сики Рейдж. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. 46 голды. Ну, так-то дешево. Но тоже неплохо. Блин, ребята. А сколько Кордеон? 165. Ничего себе, братан, ты богач. 5 наклеечек Fire. Они стоят по 20 голды и дешевые наклейки. По всей видимости, он специально покупает наклейки как можно дешевле, чтобы потом их перепродать как можно дороже. Это, кстати, очень выгодно, ребят. Мой вам совет тоже. Если хотите поднять голду, покупайте наклейки прямо сейчас, потому что потом вы сможете перепродать гораздо дороже, потому что наклейки имеют свойство заканчиваться. Ребят, посмотрите, сколько у него наклеек. Ау! Ты адекватный. Ну-ка, Snow King, сколько стоит 120 голды? Блин, ну тоже неплохо. Блин, ребят, ну так-то у него уже инвентарь, ну как минимум, тысяч на 20, а то не на 25 голды. Даже у него есть медаль ветерана. Блин, ребят, реально красава, реально красава. Также у него есть наклейки с новой коллекции. Ну, ребят, ну самые крутые его наклейки это вот эти вот. Стикер, неон колор и Snow Queen. Давайте еще раз посмотрим. Их три штуки. Блин, ребят, вот она богатая жизнь, да? Я не понимаю, зачем ему так много анкомонок. Не знаю, то ли ему лень их продавать, то ли он будет их крафтить, то ли еще будет что-то с ними делать. Но в любом случае, ребята, вот такое вот вышло видео. Обязательно поставьте лайк, потому что этому аккаунту 3 года. Просто представьте, 3 года аккаунту. Как же тут много разных старых скинов. Так что, ребят, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентуха. Всем удачи, всем пока.